Добрый вечер! Это проект информационно-психологической поддержки родителей FamilyTree. По многочисленным просьбам мы сегодня начинаем короткий курс лекций, посвященный образованию в России и за рубежом. Будем обсуждать с ведущими экспертами российское образование, зарубежное образование, вопросы привязанности в смысле организации такого образования, если родители решают выбрать образование где-то вдалеке от дома. Хочу сразу поблагодарить наших партнеров, благодаря которым этот проект наш небольшой стал возможен и возможен в бесплатном доступе. Это Star Academy, компания-эксперт в зарубежном образовании. Спасибо огромное, что они дали нам такую возможность встретиться с нашими слушателями и зрителями бесплатно и пригласить таких ведущих специалистов, как Людмила Петрановская, которая будет спикером сегодня, как Марьяна Безруких, которая будет спикером на следующей лекции. И я рада приветствовать Людмилу Владимировну Петрановскую. Ее авторитет среди родителей не требует никакого дополнительного подтверждения. Людмила Владимировна, добрый вечер! Добрый вечер! Ну, я знаю, прям с корабля на бал, еще вчера, кажется, были в дороге, на днях. Поэтому спасибо большое, что нашли в себе силу сегодня вечером, этот вечер провести с нами. О чем мы поговорим? И важно мне сказать сразу, что ваши вопросы будут формировать сегодняшнюю встречу, поэтому можете прям сразу и задавать, у кого есть вопросы. Мы сегодня будем говорить про российское образование с точки зрения государства, семьи и, что немаловажно, ребенка. О чем пойдет речь? С чем связан кризис в российском образовании? Почему дети не ходят в школу? Как быть родителем, когда ребенок говорит, не пойду? Вообще проблема образования – это головная боль современных родителей российских в первую очередь. Что такое мотивация и как ее сохранять? Поможет ли домашнее обучение решить все проблемы? И, повторюсь, приглашаю всех участников, кто сейчас подключился к нам онлайн, задавать свои вопросы. И первый вопрос, который я вам задам, дорогие слушатели и зрители, видно ли и слышно ли нас, и из какого города можно поставить плюс-минус и написать свое месторасположение. И у меня первый вопрос к Людмиле Владимировне. Как вы сейчас видите то, что происходит в российском образовании? Какая картина открывается вашему профессиональному взору? Мне кажется, российское образование, конечно, в серьезном кризисе. И тут очень много разных составляющих. Отчасти это часть общемирового кризиса образования, связанного с тем, что системы образования не успевают, как это обычно бывает, они не успевают за изменениями в жизни, за изменениями в экономике. Они продолжают работать, исходя из той парадигмы, которая была эффективна какое-то время назад. Система образования и школа, в принципе, одна из самых инертных сфер общества. Но в России особая ситуация, поскольку наша сфера образования, она очень в такой сложной ситуации. То есть если у тебя проблемы с образованием, и образование не соответствует вызовам времени, у тебя, собственно говоря, две основные стратегии. Первая основная стратегия – это сказать, слушайте, ребята, нам нужно как-то меняться, нам нужно искать какие-то новые способы, новые стратегии, новые методы. Давайте-ка все старайтесь, кто во что гораст, и что-нибудь донайдем, пусть победит сильнейший. Тогда начинается диверсификация, какая-то конкуренция, ищутся новые методики, появляются авторские школы. Кто-то получается, у кого-то получается хуже, но в этом таком процессе творческом, в этом кипении этого бульона первичного, рождаются какие-то новые интересные формы. Отчасти это происходило в 90-е годы, но достаточно недолго и, в общем, довольно быстро было прикручено. Весь этот процесс был пригашен. Вторая модель – это когда государство, общество говорит, что что-то у нас не то, системное образование нас не устраивает, давайте мы соберем экспертов, придумаем новый подход, новую стратегию и вложим достаточно средств, достаточно ресурсов и внедрим ее на масштабах всей страны. Естественно, второй путь лучше удается маленьким странам, там, где все это достаточно компактно и достаточно хорошо реформируется. Тем странам, которые не очень держатся за прошлое, в этом смысле, например, странам без какой-то такой образовательной традиции, достигшей результатов, успехов, огромной, большой, которой есть чем гордиться, как ни странно, проще сделать свое сегодняшнее образование более современным, более качественным, потому что им не за что держаться. У нас, как только идут какие-то немалейшие изменения, и сразу набегает толпа народу с криками, а вот советское образование было прекрасное, зачем что-то менять, давайте сделаем как раньше. Если не за что держаться в прошлом, то легче меняться. Ну и, конечно, лучше идет реформирование, лучше идет поиск нового в тех странах, в тех сообществах, которые заинтересованы прежде всего в человеческом капитале, чье благосостояние зависит прежде всего от того, насколько граждане будут образованными, критически мыслящими, активными, думающими и так далее. В этом плане, к сожалению, Россия не относится к таким странам. У нас благосостояние зависит от ресурсов, у нас экономика ресурсов зависимая, люди здесь, так сказать, вторичный такой ресурс, поэтому особо умные не нужны. Более того, в ресурсной экономике особо умные создают проблемы, потому что слишком много вопросов задают. Поэтому особого запроса на серьезное изменение образования так, чтобы оно производило действительно думающих, способных критически мыслить, способных соответствовать требованиям времени людей, в общем, если честно, нет. Поэтому получается у нас такая ситуация, что с одной стороны все закручено, то есть школа максимально контролируется, вся диверсификация практически сведена к нулю, частную школу создать сейчас просто невозможно, авторскую школу создать очень сложно. Фактически единственная диверсификация, которая существует, это разделение, которое всегда было, и в советские времена было, но сейчас оно набирает еще больше обороты, это деление на школу, условно говоря, для элиты, и школы для всех остальных. И школы для элиты как-то там, в общем, удерживают уровень, прежде всего за счет отбора учащихся, а школы для остальных неуклонно деградируют. При этом вроде как одновременно происходит огромное количество всяких изменений, которые называют там реформами, или нововведениями, но это все-то корректно в воде, которая реально не является реформой образования, она не является ничем таким смысло содержащим, от того, что там формально вводят какой-нибудь там индивидуальный подход и требуют от бедных учителей писать еще и отчеты, как они там индивидуальный подход осуществляют, ничего не происходит. Изменение там какие-нибудь формы экзаменов, вроде ЕГЭ или там что-то еще, приводит только к большей тревожности, ну, к изменениям не в лучшую сторону. Сейчас там отменят ЕГЭ, тоже будут изменения не в лучшую сторону. То есть мы, к сожалению, попали в такую ситуацию сейчас, что любые изменения обычно только ухудшают дело. А вот эти, как сказать, небольшие изменения, тактические изменения, форма экзамена, еще что-то, что бы сейчас ни менялись, становится только хуже. А если при этом еще учитывать тот тренд, что все время государство наше собирается экономить деньги на образование, то есть у него есть более важные какие-то там внешнеполитические задачи, еще там что-то, образование не очень хорошо финансируется, оно оптимизируется постоянно. Мы видим московскую историю, эту ужасную, с объединением школ, в котором сейчас есть школы, под 6 тысяч детей в одном учебном заведении, там, где директор не знает в лицо и по имени не только детей, но и учителей, всех, которые ему подчинены, то мы, к сожалению, видим, что наш кризис еще глубже, еще серьезнее, чем такой общемировой. Поэтому понятно, что нарастает недовольство родителей, нарастает уже дети, не скрывают своего недовольства и высказывают его откровенно. Учителя тоже в очень тяжелом состоянии эмоциональном, поэтому мы имеем такой, ну, на масштабный достаточно кризис образования в России. К нам много кто подключился. Калининград, Москва, Сочи, Петербург, Екатеринбург, Киев, Нижний Новгород, Калининград, Азов, Дублин, Роттердам, Брест, Вологда. В общем, все планируют гости к нам. Спасибо, что вы сегодня с нами. Появляются первые вопросы. И вот Светлана, в связи с тем, что вы только что сказали, спрашивает, по каким критериям следует выбирать сад и школу. У нас про это был отдельный огромный цикл, как раз и про выборы. Есть складный круглый стол, посвященный этому. Можно его посмотреть. Я попозже пришлю ссылочку в чат. Интересно, конечно, Людмила Владимировна. Ну, выбирать школу нужно прежде всего, исходя из потребностей ребенка. То есть дети очень разные. У разных детей разные образовательные потребности. Чем лучше вы будете понимать образовательные потребности вашего ребенка, и не только чисто образовательные, но и связанные с ними. Ну, например, одному ребенку очень важно, чтобы не надо было ездить. Для него это важнее всего остального, потому что если он будет истощаться, тратя нам 40 минут или больше на дорогу в школу каждое утро, то ему же все равно, какая будет школа. Он же будет приезжать туда, не знаю, допустим, если его укачивает зеленый, ему все равно уже будет что там, какая-то программа и так далее. То есть это такие вроде как необразовательные потребности, но все равно это важно. А другому ребенку ничего страшного, он спокойненько и 40 минут поедет ради любимой школы, и ему это будет не в тягость. Поэтому это все нужно учитывать, каждый сам знает своего ребенка, это нужно смотреть на это в комплексе и понимать, что учеба – это не только программа учителя, но это прежде всего состояние вашего ребенка. Если ваш ребенок будет все время болеть, то толку вам от этой прекрасной школы. Если ваш ребенок будет все время на грани истощения, то тоже толку вам от самой замечательной на свете школы. Вот это мы учитываем. Дальше мы учитываем стиль общения с детьми в этой школе. Что вообще там происходит с детьми, хотят ли дети туда ходить, нравится ли им там, нет ли там такого, что все успехи этой школы основаны на том, что она сначала жестко отбирает, а потом жестко отсеивает. И тогда она предъявляет в виде результатов своих, на самом деле просто результаты отбора и оттела. Таких школ сейчас немало, они считаются очень престижными и очень востребованными. Но если вы посмотрите внимательно на то, что там происходит, то там происходит такая достаточно циничная вещь. Просто за счет того, что школа как-то там известна и раскручена, происходит отбор с бешеным конкурсом. Потом, если ребенок что-то делает не так, не справляется, не тянет, его отсеивают, и на это место берут снова отобранных. И в общем, в таких ситуациях всегда очень сложно понять. В этих результатах, которые демонстрируются, где там вообще заслуга школы, или это просто жесткий отбор детей, и эти дети в любой другой школе показали бы такие результаты. Поэтому не надо гнаться за какими-то очень престижными, очень раскрученными школами. Скорее нужно интересоваться атмосферой в школе. Даже видно, собственно говоря, как вы приходите обычно на какое-то родительское собрание. И про что говорят на этом родительском собрании? Говорят ли вам у детев с заботой, о том, как вы должны их поддержать, о том, как сделать, чтобы им было в школе хорошо? Говорят ли учителя о детях с симпатией и с интересом? Или вы с самого начала слышите, имейте в виду, у нас большие нагрузки, вы должны делать уроки вместе с ребенком, у нас вся семья под ружьем, у нас чуть что сразу выгоняют и так далее. Если вы такие слышите с самого начала заявления, то 10 раз подумайте, надо ли вам это. Есть выносливые, устойчивые дети, которые с этим справляются, но сначала задайте себе вопрос, относится ли ваш ребенок к их числу. Сейчас будет вопрос как раз по тому, почему дети не хотят в школу, что с этим делать, но вот у нашей слушательницы Ирины вопрос. Назовите ту страну, где государству нужны думающие люди в большом количестве и где вкладывают деньги в народное образование. Сейчас достаточно успешными считаются скандинавские истории, и особенно финская модель, достаточно впечатляющий такой рывок дала, когда за достаточно короткий срок страна без славных образовательных традиций, такая аграрная страна, создала современную и интересную очень систему образования, которая продолжает меняться, продолжает совершенствоваться. Я не видела непосредственно финской школы, но я видела эстонскую, Эстония взяла финскую модель и достаточно быстро, тоже за короткое время, тоже имея в общем такую историю аграрную, создала эти школы. И надо сказать, что это впечатляет. Это школа, которую я видела, это была школа в рабочем пригороде Таллина, то есть это совершенно не элитный район, вот какой-то такой, не знаю, словно Балашиха вокруг Таллина. Это была школа, похожая на какой-то современный европейский университет с кинозалом, библиотекой, с такими светлыми пространствами, с вся полностью доступная для информационного пространства, очень нацеленная на общение детей с детьми, преподаватели. И самое главное, знаете, почему всегда видно школу, в которой детям хорошо, в школе, в которой детям хорошо, нет следов вандализма, потому что когда дети в стрессе, то они не справляются с этим стрессом, и они его так или иначе выплескивают. Они там что-то ломают, они что-то раздирают, они что-то списывают какими-то неприличными надписями, потому что им плохо, и они как-то это выплескивают. Вот в этой школе ничего такого не было. Там где-то бегали дети в одних носках, где-то они валялись прямо на полу и строили что-то из лего, и видно было, что они чувствуют себя там ну очень комфортно. И мне кажется, что вот это самое важное. Когда мы разговаривали с ЗАУЧ, мы спрашивали, что для них является признаком того, что получается, что всё хорошо. Она сказала, что для неё этот критерий – это отношение с детьми. И это, мне кажется, очень дорогого стоит, когда именно отношение с детьми важная цель педагога. Да, наверное, каким-нибудь нашим таким амбициозным родителям, которые очень хотят, чтобы там у них были дети вундеркинды, побеждающие в Олимпиадах, им не очень понятно финская система, потому что там не носятся так с детьми, показывающими какие-то выдающиеся результаты. Они считают, что дети с выдающимися результатами в общем и так не пропадут, что как бы так и получается. В общем, да, действительно они не пропадают. Но при этом установка на то, что каждый ребёнок должен чувствовать себя в школе хорошо, каждый ребёнок должен раскрыть свой потенциал и двигаться своим каким-то образовательным маршрутом, понимая, куда он идёт и что. То есть не дети для того, чтобы программа выполнялась, а школа для того, чтобы ребёнок учился. Например, как один из примеров, возможность остаться на второй год при необходимости для того, чтобы подготовиться к поступлению в гимназию, которая нужна для поступления в университет, туда далеко не все идут и не все хотят, и не всем это нужно. Но если, например, человек считает, что ему не хватает, ему нужен ещё год для того, чтобы подготовиться получше, это совершенно не воспринимается как, ну, как у нас остался на второй год, неудачник, да, эта трагедия, позор семьи. Нет, это воспринимается как услуга. Да, наше общество достаточно богато, чтобы тебе, дорогой, позволить пройти курс ещё один год, да, получить ещё один год дополнительного обучения для того, чтобы получше подготовиться к будущему университету. Это другой подход, это подход заботы о детях, а не постоянного их проверяния, достаточно ли они прекрасны для того, чтобы иметь право и так далее. Поэтому это другое мышление. Там не в том дело, что другая программа или доски по-другому сделаны, да, а в том дело, что это другое мышление. Мы смотрим на детей как на массу, которую мы должны уравнять, да, и обстричь. Или мы смотрим со стороны ребёнка. И со стороны ребёнка мы смотрим, как ему выстроить образовательный маршрут, что ему нужно, как он учится, где ему нужно больше времени, где ему нужно меньше, где ему нужно больше про это, где ему нужно меньше про это. То есть он в такой субъектной позиции, и это совершенно другое мышление, совершенно другое отношение. Ирина интересуется, что, на Ваш взгляд, должно быть результатами образовательной деятельности? Результатом образования, мне кажется, должна быть большая свобода человека, то есть большие возможности. Человек с образованием имеет больше возможностей, чем человек без образования. Человек с образованием может не пойти работать в высокоинтеллектуальной сфере, а может выращивать помидоры и быть счастлив. А может пойти работать на высокотехнологичное производство, или может пойти работать в науку, или еще опять. Человек без образования не имеет такого богатого выбора. Поэтому образование, это прежде всего, если, говорится, смотреть со стороны человека, это увеличение возможностей. Вот, собственно говоря, и все. С точки зрения общества, образование – это способ передачи своей культуры, своих наработок, своих знаний, своих умений следующим поколениям. Но это просто смотря с чьей стороны смотреть. Александра спрашивает, стоит ли уезжать за границу всей семьей или отправлять ребенка учиться за границу ради, например, финской модели образования? Ну, совершенно точно, если говорить про детей до подросткового возраста, никакая модель образования не стоит того, чтобы разлучаться с ребенком. Ну, точно совершенно до 11-12 лет, я думаю, что это даже не должно рассматриваться, потому что все-таки семья дает ребенку больше, чем любая самая распрекрасная модель образования. Если говорить про ребенка постарше, то многие дети в подростковом возрасте, в принципе, могут учиться, где-то не проживая вместе с семьей, но это очень индивидуально. Одному ребенку это будет хорошо, другому будет очень тяжело, это зависит от того, насколько вы можете часто видеться, насколько сам ребенок психологически устойчив, то есть это такая история очень индивидуальная. Ну, дети уже постарше, там, 15-16 лет, они уже в большинстве своем вполне себе могут справиться с тем, что будут где-то учиться отдельно. Вопрос, стоит ли это того? Ну, я не знаю, стоит ли, тут нет никакого ответа для тех универсального, стоит или не стоит. Это же всегда комплексный какой-то вопрос и финансов, и организационный, и отношений с ребенком, поэтому я не думаю, что здесь есть какой-то универсальный... Я сомневаюсь, что есть какая-то семья, которая только ради модели образования, например, да, там, эмигрирует, ну, потому что это очень серьезный шаг, очень затратный шаг. Поэтому я думаю, что это все равно решается комплексно. Но, безусловно, для многих семей, которые я знаю, которые решают, например, вопрос об эмиграции с маленькими детьми, в основном, ну, у которых не отправишь отдельно учиться, для них система образования – такой важный аргумент, который они учитывают. Яна пишет, создается устойчивое ощущение, что школа стала передержкой, образование лежит на родителях, а от этого возникает большое напряжение в семье. Ну, конечно, школа стала передержкой. Это действительно так. То есть в ситуации, когда нет цели, чтобы выпускники школы много чего знали и хорошо понимали, хорошо разбирались в окружающей действительности, то, естественно, у школы такая функция, ну, куда можно отдать ребенка, и чтобы с ним там ничего не случилось. И если с ним ничего не случилось, более-менее, то это уже хорошо. А как оценивать его знания, ну, это всегда такой вопрос зыбкий, да, всегда же можно там подкрутить, упростить и так далее. И, в общем, например, за счет того, что регулярно упрощаются какие-то экзамены, можно делать вид, что общий уровень не падает и так далее. Другой вопрос, что тут не в школе дело, да, а в том, что у родителей и детей на эту тему могут быть разные взгляды. Тут конфликт-то, может быть, не только между родителями и школой, но и между родителями и детьми, когда родителям кажется, что они знают, какой должен быть образовательный маршрут у ребенка. При этом в школе ребенку, ну, очень хорошо, там скучно, неинтересно, вот там с ним там неуважительно разговаривают и так далее. Нагрузки большие, неоправданно большие. Ну и получается, что родители хотят, чтобы ребенок получал образование, школа хочет, чтобы он исправно посещал уроки и делал все задания, а ребенок уже просто не может этого всего. Ну давайте поговорим о том, почему дети не хотят ходить в школу. Связано ли это только с тем напряжением, которое они ощущают со стороны родителей, которые недовольны образованием? Одна из причин, то что при всем при том у нас школа, конечно, очень такая грузящая с точки зрения времени. Часто говорят, что у нас программы перегружены, но это тогда программы у нас, да, где-то перегружены лишними знаниями, лишними ненужными заданиями, но сам объем работы, объем включенности и присутствия, который требуется, он, конечно, совершенно неадекватный. То есть если мы посмотрим, опять-таки, на другие образовательные системы, мы увидим, что намного меньше домашних заданий, особенно у младших детей. Намного меньше уроков в день. То есть все-таки считается нормальным, что в три часа там ребенок свободен, и у него не может быть и 8-9 уроков, как у нас в престижных школах норма считается. Это еще не считает времени на выполнение домашних заданий. И нагрузка увеличивается с возраста. То есть учиться в младших классах совсем легко и радостно, в средних тоже достаточно, в общем, все успешные, это не связано с нагрузкой. А затем серьезные нагрузки наступают только те, которые ориентированы на поступление в университет. Ну, то есть для ботаников. Их какой-то процент, это не все, это там, условно говоря, 10-20 процентов от всех учащихся. Вот они, когда они доходят до самых старших классов, это уже, в общем, практически взрослые люди, 17-18-19 лет, они впахивают там перед университетом всерьез. И это их выбор, они на это идут. Все остальные избавлены от такой вот учебы, беспросветной, ночами, по 10-12 часов в день, там всего остального. То есть это все-таки такое удовольствие для тех, кто получает удовольствие от интеллектуальной работы и кто собирается связать с ней свою жизнь. Все остальные прекрасно находят свое место в жизни без вот этой всей каторги. У нас каторга начинается чуть ли не с первого класса. Сколько там не запрещали задавать задания, все равно задают, все равно от младшеклассников, от родителей слышишь, что сидят за уроками до 11. Ну, то есть вот это вообще совершенно ненормально. Такого как бы быть не должно. У нас типичного школьника старший класс в рабочий день длиннее, чем у его родителей. Если мы посмотрим на каких-нибудь там 9-10-11-ти классников, у них в среднем рабочий день длиннее, чем у родителей. У них не 8-часовый рабочий день, гораздо больше, если взять время. Ну, если представить себе, что кто-то сойдет с ума и начнет делать все, что задают. Это просто невозможно. Если честно, делать все, что задают, просто невозможно. Поэтому дети начинают каким-то образом саботировать, сочковать и так далее. То есть это, когда у нас говорят, что у нас большая нагрузка, это нагрузка не содержательная, не в том дело, что они там уже каких-то очень много мыслей усваивают умных. А она именно большая нагрузка по времени, по каким-то часто достаточно бессмысленным механическим заданиям, которые требуют очень много времени, но не дают, в общем, ничего не уму и сердцу. Поэтому понятно, что дети не хотят ходить в школу. Понятно, что им непонятен смысл этого всего. Часто им преподают какие-то вещи, совершенно не связанные между собой, предметы. Никак не связаны между собой разные предметы. У детей нет никакого соединения в голове, например, истории, литературы. Когда был Шекспира, когда там было что-то, никак не связаны. Нет, не связаны причинно-следственные связи. Не связаны на то, что они учатся их какой-то реальной жизнью, с тем, как это проявляется, не знаю, в быту, в каких-то обычных бытовых решениях. Они не очень понимают, для чего это всё. Я не помню, когда-то там, когда я училась, был хотя бы урок, я помню, труда, и для нас было открытием, что оказывается, вот это всё про два пьера, это не просто так, а чтобы юбку солнца можно было раскроить без выкройка, без всего, да, из собственной головы. Но сейчас даже этого нет, даже этих простейших каких-то примеров, когда эти знания, они хоть вообще куда-то, для чего-то могут пригодиться. Поэтому, естественно, у детей ощущение, что их долго и жестоко мучают, неизвестно зачем, неизвестно для чего нужным вещами. Если к этому мы ещё прибавим, что у нас учителя часто разговаривают, общаются с детьми в весьма неуважительной манере, что они часто не умеют работать с детской группой, не умеют не удерживать, не создавать интерес, не умеют разруливать конфликты в детском коллективе, то часто для детей это ещё и всё становится такой историей небезопасной, когда они идут в школу и понимают, что в школе их могут нахамить, их могут оскорбить, их могут унизить или побить даже. И, ну вот, а кто бы хотел на их месте? Мы бы тоже не хотели. И что же родителю делать, когда ребёнок говорит «не пойду»? Ну, во-первых, всё-таки ребёнок не говорит «не пойду» внезапно, да, ходил-ходил и вдруг с удовольствием вдруг сказал «не пойду». Вернее, если он так говорит, то это значит, что произошло что-то конкретное, что-то из ряда он уходящее, и это уже основание для того, чтобы разобраться с тем, что произошло. То есть, если ребёнок всегда ходил более-менее с удовольствием, ну, может быть, ему там не столько нравились уроки, сколько общение с ребятами, но он ходил в школу и, в общем, был не против. И вдруг в один день он говорит «не пойду», то точно что-то произошло, и надо выяснять тогда что. Чаще всего это происходит по такой нарастающей. То есть, ребёнок подавленный, он болеет часто, он как-то не очень хочет, у него нарастает какое-то ощущение неуспешности. И вот это «не пойду» уже является таким завершающим аккордом в длительном периоде нежелания. И лучше, конечно, в самом начале как-то пытаться понять, что происходит. Это может быть какая-то неуспешность в учёбе, это может быть напряжение с учителем, это может быть напряжение с одноклассниками, это может быть собственная ребёнка проблема, например, остеанизация или депрессивное состояние. В детской депрессии сейчас очень много, и снижение обучаемости, и нежелание идти в школу и находиться целый день на людях – это один из, может быть, таких первых звонков детской депрессии. То есть нужно пояснять, что происходит. Тут не вопрос воспитательный, это не вопрос, что такое ему сказать, чтобы он сказал «А, ладно, и пошёл». То есть взрослым кажется, что нужно что-то такое сказать, какое-то правильное слово, и он скажет «А, ну хорошо, тогда я пойду». Но так это не работает. Всё-таки ребёнок понимает, что хождение в школу – это важная часть социальных правил. И для того, чтобы сказать «Прям не пойду», ну вот не прям «Сегодня очень не хочу, можно я сегодня не пойду», это как раз такая нормальная вполне ситуация. Иногда даже стоит пойти навстречу и дать какой-то отдых, передышку, особенно в третьей четверти, в конце зимы, когда все дети астонизированы, им тяжело. Иногда один день поваляться дома, отоспаться и вести дух, нагнать какие-то хвосты, что-то доделать – это хорошая идея. А если прямо вообще не пойду, то это ребёнок, у ребёнка даже резкие основания на это, на то, чтобы это сказать. Он должен к этому зреть и дозреть. Поэтому это не вопрос, что ему сказать в ответ. Это знак того, что надо серьёзно разбираться. Виктория говорит, как раз вот к разговору о повышенных и бессмысленных нагрузках, задают домашнее задание на каникулы в начальной школе, потом требуют его выполнения и ставят оценки. Есть закон, подкрепляющий право ребёнка на отдых. Как объяснить педагогу и другим родителям это? Ну, просто сказать, что, во-первых, от чего это делается? Давайте сначала зайдём от того, от чего это делается. Учителя реально не справляются. У них очень много другой работы. Сейчас очень много всяких отчётов, бумажек, безумий какого-то там, каких-нибудь там, не знаю, патриотических чего-нибудь. То есть они уже не знают, что ещё делать. Они не уверены, что у них получится детей научить. При этом они понимают, что в конце полугодия, года, детям придётся писать какие-то контрольные. Поэтому вот эти все идеи дать задание на каникулы – это просто от паники, от беспомощности и такая вот мысль, что дам задание, родители хотят, не хотят, с ними как-то порешают, что-то как-то потренируют, и, глядишь, в сумме что-то получится более-менее приемлемое. Поэтому если вы понимаете, что ваш ребёнок действительно не знает, не исправляется, не пропустил, проболел, не понял и так далее, то можно воспринимать это задание как способ как-то там догнать, потренироваться, но обязательно не делать из этого какое-то такое, заниматься, да, постараться это сделать в какой-то доброжелательной форме, приятной, не в это время, чтобы на ребёнка не спускать тоже собак, не критиковать его. Если вы не справляетесь сами, многие родители, кстати, не справляются, родителям сложно вообще с ребёнком делать уроки, то, может быть, имеет смысл поискать какого-нибудь там весёлого репетитора, не знаю, там студента, да, который с ним, с играми, с шутками, с прибаутками это всё сделает, а ваши нервы сэкономят. Если вы понимаете, что ваш ребёнок и так это знает, и, в принципе, ему эти задания ни к чему, то нет никакой проблемы в том, чтобы сказать, ну, знаете, я считаю, что моему ребёнку важнее отдохнуть, поэтому мы в начальной школе на каникулах задания делать не будем, мы уезжаем. Ну, и обычно, если ребёнок в целом с программой справляется, этого достаточно, и всегда можно договориться. Ну, если человек уже идёт на принцип, тогда уже можно качать права и говорить, а где, собственно говоря, написано, что младшеклассники должны на каникулах делать задания. Обычно, когда идёт какой-то, ну, такой же разговор принципиальный, тоже достаточно быстро все идут на попятную. Это не улучшит ваши отношения с учителем, прямо скажем, но если вам важнее в данном случае отстоять интерес своего ребёнка, то почему нет? Много очень вопросов про мотивацию, про любознательность, как поддерживать, что родителям скучно, дети жалуются, что родителям нужно делать, потому что дети жалуются, что скучно, и нет действительно понимания, зачем вот это всё... Ну, это серьёзная сейчас проблема, потому что то, что происходит сейчас с детьми, то, что не происходило никогда в истории, и нет аналогов, и мы не знаем, что с этим... как пока ещё, да, как с этим быть, это огромный информационный поток, который обрушивается на детей. То есть вот этот доступ лёгкий к огромным базам информации, к роликам в Ютубе, к сериалам, к мультфильмам, к компьютерным играм, ко всему-всему-всему, приводит к тому, что система поддержания интереса, она по сути работает так, как она... Но она не рассчитана на это. Наш мозг рассчитан на то, что что-то интересное поступает в него в каких-то ограниченных количествах. Любая самая полезная вещь, любые самые полезные витамины или продукты, или что-то ещё, если они начинают поступать в слишком больших количествах промышленных, они для организма не полезны. Получается такой гипервитаминоз. То, что происходит сейчас с потоком информации, в том числе и со взрослыми, и с детьми, это такой перебор, это избыточное количество информации. Для того, чтобы сейчас что-то посмотреть забавное, интересное, любопытное, ты не должен ждать... Как я не помню, в нашем детстве мы ждали, когда будет программа в мире животных, она была раз в неделю. Ты помнил, в какое время она идёт. Нужно было не пропустить это время. Нужно было её дождаться, чтобы ты раз в неделю, целый час смотрел интересное про животных. Сегодняшнему ребёнку вообще нет проблем. В любое время дня и ночи он может выбрать какую угодно программу про животных. И там будут всё в его распоряжении. Потрясающие съёмки, спецэффекты, лучшие ведущие, лучшая информация. Всё, что угодно. И он живёт в этом всегда, в этом избытке, в этой невероятной роскоши огромного количества информации. Естественно, там в перемешку и хорошая, и плохая, но идёт конкуренция за то, чтобы завоевать внимание. Соответственно, она становится всё ярче, всё эмоционально насыщенней, всё визуально богаче, всё более интересные факты, всё более совершенные методы завоевания, удержания внимания идут в ход. В результате эта дофаминовая система, поддерживающая интерес и любознательность, она просто истощается. Она просто истощается, и ребёнок больше не может ничего хотеть, и ничего ему не может быть интересно, потому что она имеет свои пределы, она не рассчитана на такое. Что с этим делать, мы пока не знаем. Есть на эту тему разные эксперименты, в том числе часто на уровне каких-то хороших школ, когда полностью запрещаются телефоны, гаджеты, и детей оберегают от этого информационного потока. Какие-то родители сами это всё запрещают, кто-то старается как-то лимитировать, но всё равно понятно, что этого всего много вокруг. Родители запретили, приятеля родители не запретили, он пошёл в гости к приятелю и там этим всем занимается. Тут тоже такой эффект возникает запретного плода. То есть пока у нас общество не выработало какого-то консолидированного мнения на эту тему. И, к сожалению, обычно проходит какое-то время, прежде чем оно появляется. То есть мы помним, как совсем недавно считалось совершенно нормальным, например, курить при детях, вообще в этом не было никакой проблемы. Потом постепенно как-то пришли к тому, что нет, не надо. В начале 20 века кокаин добавляли в капли детские от насморка и от кашля. Это считалось нормально, это рекламировали, и ваш ребёнок будет весёлым и жизнерадостным. Безусловно, они были весёлые и жизнерадостные на таких каплях. И это пока не накопились какие-то данные, что так нельзя, и это не было запрещено. Поэтому я думаю, что, к сожалению, мы сейчас живём в реальности, когда мы столкнулись с тем, с чем мы раньше не сталкивались, мы имеем последствия, и пока это не будет в достаточной степени изучено, осознанно, осмысленные, не будут сделаны какие-то выводы, что из этого безопасно, что небезопасно, что можно разрешать, что нельзя, а не будет какое-то консолидированное решение на эту тему. Вот мы будем наблюдать то, что наблюдаем. Но всё же родители то единственное звено, которое прям очень активно заинтересовано в благополучии. И они что-то могут сделать сейчас? Самое лучшее, что можно сделать для детей сейчас всё-таки, это сохранить для них игру. Одно из таких катастрофических событий, которые происходят сейчас, в том числе из-за гаджетов, из-за ненормальной жизни в городах, из-за перемещения в машинах и так далее, из-за того, что дети постоянно заняты этими уроками, этими занятиями, этими репетиторами и так далее. Это катастрофический провал с игрой. Это провал со свободной ролевой игрой у дошкольников и с игрой по правилам у младших и средних школьников с физической активностью. То есть самое разумное, что можно сделать, это всё-таки создавать для детей условия и отстаивать эти условия, в которых у них была бы возможность играть по несколько часов в день. Это то, что должны делать дети, это то, для чего они созданы, это тот способ обучения, адаптации, который был, в конце концов, эволюцией изобретён для нашего вида в том числе. Ребёнок дошкольного возраста должен несколько часов в день проводить в свободной ролевой игре со сверстниками. Не заниматься английским он должен и не заниматься хореографией с утра до вечера или чем ещё. Он может заниматься английским хореографией понемножку и желательно в игровой форме, но у него обязательно должно быть несколько часов в день свободной ролевой игры со сверстниками, которая позволяет именно прокачивать вот эту функцию введения в роль, выстраивания сюжета, взаимодействия, договориться, начать действие, подстроиться, поссориться, помириться. Вот это всё совершенно необходима составляющая. Дальше, когда дети становятся чуть постарше, там уже 8, 10, 12 лет, им нужна игра по правилам. Им нужен футбол, им нужны казаки-разбойники, им нужны классики, им нужны резиночки, им нужны настольные игры, им нужны игры в города и всё вот это вот. Это игры по правилам. Игры по правилам это и есть социализация, это и есть адаптация своей психики к тому, что ты всю жизнь будешь жить в обществе, в котором есть правила. В котором нужно запомнить, что это делаем, это не делаем, а это можно сделать при таких условиях, сначала сказав такие слова. А это нельзя сделать никогда. А это если ты накосячил, то такой-то будет штраф. А это если ты хочешь войти в игру, то ты должен сделать то-то-то. А выйти из игры ты тоже не можешь просто так, не там, закончив, например, тур. Вот это всё, это совершенно необходима подготовка мозга для того, чтобы потом управляться собой, управляться своими решениями, планированием, работать в команде с другими людьми и так далее. Когда у нас вместо этого ребёнок постоянно находится только в вертикальных отношениях с педагогом и сидит часами за уроками, и ещё у него музыкальная школа, и ещё у него английский, и ещё у него что-то, и он совершенно вообще не имеет возможности вот этой свободной игры. Это обкрадывает его развитие. И у нас, получается, дети, которые неуверенно себя чувствуют, они не способны к вот этой деятельности и к планированию, и к выдерживанию правил, к выдерживанию норм, к работе в команде. Естественно, они в итоге чувствуют себя неуверенными и несчастными. Когда дети играют во дворе, они огромное количество ситуаций решают в процессе. У них множество возникает ситуаций, которые они решают сами, без взрослых. И мир для них становится своим, они его обладевают им, они в нем ориентируются. У них есть опыт решения проблем. Когда мы только на машине переводим его с занятий на занятие, он боится этого мира, он вообще не понимает, что там. Мы переводим его на машине, еще по дороге все время в ухо ему рассказываем, что вокруг педофилы, маньяки, машины, которые его собьют, микробы, которые его заразят и так далее. При этом никогда не говорим, что он может сам с этим сделать. Мы всегда говорим «Только никогда не девайся, будь со мной». То есть эта тревожность родителей, она тоже, конечно, тут не помогает. Поэтому самый лучший способ, как спасти детей от скуки, от полной власти гаджетов, это сохранить для них игру. Здоровый ребенок никогда не выберет сидеть часами с гаджетом, если у него есть альтернатива. Но альтернатива это не «Почитай книжку», потому что это не альтернатива. «Перестань сидеть в телефоне, иди книжку почитай», это не альтернатива. Альтернатива это игра со сверстниками свободная. Это дети бы выбрали, но мы сделали все, чтобы этого у них не было, потому что никто не гуляет, ни у кого нет на это времени, нет никаких свободных пространств, где бы дети могли этим заниматься. Нет времени на это. Но я вернусь к вопросу, вопрос был именно про образовательную мотивацию. А это связано. Образовательная мотивация такая, которая чисто образовательная, получить образование, что-то научиться делать и получить диплом, она может быть только очень взрослых людей. Ну, только очень взрослый человек там понял, что он не знает какую-нибудь там, не знаю, систему бухгалтерского учета, а ему это нужно для работы. Поэтому, хочет он или нет, он, естественно, в зубы идет. За несколько месяцев это обычно краткосрочные истории, да, обладевают этой системой бухгалтерского учета с трудностями, там, чертыханиями и так далее. Получает диплом и дальше ее использует в работе. Это очень взрослая такая прагматичная история. Дети так не могут. Ну, и взрослым это не очень хорошо, если честно. И взрослые лучше бы учились все-таки с удовольствием и с вдохновением. Но вот так вот дети вообще не могут. Поэтому для ребенка образовательная мотивация, она непосредственно сращена с познавательной мотивацией, с познавательным интересом. Когда ему интересно, когда ему хочется это узнать. А познавательная мотивация, она развивается именно в деятельности у детей. Развивается именно в ситуации, когда они понимают, что это нужно для чего-то. Та же самая проектная деятельность, которая для многих родителей, они как слышат слово проект, они сразу тягивают голову в плечи, бедные российские родители, потому что они представляют себе бессонные ночи, в которые они будут клеить какую-то невероятную хрень или писать какой-то бессмысленный реферат. Но ведь в основе это была хорошая идея, это просто все превратилось в какую-то пропанацию. В основе была хорошая идея, и во многих школах нероссийских проекты, это проектная деятельность вполне детьми любимая, вызывает у них огромное количество вдохновения и энтузиазма, потому что это какая-то реальная штука, которую реально делают сами дети. Но яркий пример проектной деятельности, помните детскую книжку Носова про мальчиков, которые выращивали цыпляк, веселая семейка. Вот это проектная деятельность, дети сами придумали этот проект в городской квартире, сделать инкубаторы, вырастить цыпляк. Они вкладывались в это, они много всего узнали, они сами рассчитывали эти температуры и так далее, они много изучили литературу, они разговаривали с людьми, которые про это знают, спрашивали у них советов, они там ночами не спали, вставали, эти яйца переворачивали, они наладили командную работу, дежурство, то есть вот это проектная деятельность, которая действительно дала им, наверное, больше, чем все то, что они за это время прошли в школе за эти недели, которые они занимались этим проектом. Вот это настоящая проектная деятельность. И тогда, когда ты делаешь это ради какого-то своего проекта, то тебе очень интересно узнать про то, про это, пойти спросить, выяснить, попробовать. Ты включаешься в это. У нас хорошо, проектная деятельность, это модно, сделали проектную деятельность и дальше какая-то бессмыслица. И дальше сделай панно, сделай макет, сделай реферат ни о чем. Все это просто для того, чтобы отчитаться, просто для того, чтобы отправить на конкурс. Ну, то есть тут же все дело в том, что когда взрослым вокруг ничего не интересно, когда взрослые сами уже с погасшими глазами, когда учительница идет в класс и говорит детям, слушайте, вы думаете, я сюда хочу приходить? Я в гробу видала эту школу. Ну, как, откуда детям-то это сохранить? Поэтому сохранять можно только там, где у ребенка есть живой интерес. И нет у него интереса к школьным предметам, значит, должен быть интерес к чему-то другому, значит, создавайте ему другие вещи, которым интересно будет разбираться. Разрешайте ему тратить на это время, а не только на подготовку к ЕГЭ. Делитесь с ним своими интересами, если у вас есть свои интересы. вовлекайте его в какую-то деятельность, которая вам интересна, в свои хобби, в хобби своих друзей. То есть какая-то другая сфера должна быть, где-то ребенку должно быть интересно, где-то у него должна быть возможность делать что-то не из-под палки, не потому что так велели, а потому что я хочу, потому что мне интересно. Если он полностью все время занят репетиторами, то это невозможно. Татьяна спрашивает, то есть если ребенок вообще не хочет учиться, надо смириться, учитывая наши школьные реалии, а как тогда быть с обязанностью родителя обеспечить получение ребенком образование? Ну, смотрите, есть обязанность ходить в школу. Для ребенка это необходимо. Ходить в школу нужно, получить аттестат нужно. И ничего не следует, что ему все время должно хотеться. что он все время все школьные предметы должен усваивать с удовольствием. Можно посочувствовать ему в том, что он должен заниматься тем, что не очень интересно. Для того, чтобы освоить обычную школьную программу не на пятерки, не на золотую медаль, а так привить, ну, нормально, условно говоря, на 4 плюс-минус, в большом счете никаких особенных усилий не нужно. Более-менее ходить, более-менее делать, что велят, более-менее вникать в то, что проходит, это достаточно. Это не требуется обязательно делать все на 5 с плюсом и обязательно, чтобы все это доставляло удовольствие. Поэтому одна ситуация, то, что есть, ну, есть, в конце концов, закон об образовании. Мы закон не можем нарушать, мы не можем сказать ребенку, не ходи в школу. Это его дело, он должен туда ходить. Другой вопрос, что мы на него не должны возлагать обязательства любить то, что сложно любить. Мы не должны на него возлагать обязательства, чтобы ему хотелось делать то, что ему не хочется делать. Можно ему посочувствовать в этом, можно с ним вместе поискать какие-то способы скрасть это дело. Можно закрывать глаза на то, что ему больше нравится общаться с наклассниками, например, чем учиться. Можно где-то помогать, можно где-то разрешать какие-то конфликты. Но тут нет такой крайности, как будто такая крайность. Либо все должно быть прекрасно, школа должна быть чудесная, он должен всегда с восторгом учиться, либо тогда вообще можно разрешить ему учиться. Но в жизни нет таких крайностей. В жизни есть реальность, школу закончить нужно. И тут нужно сочувствовать ребенку в том, что он вынужден ходить туда, где ему не очень хорошо, и максимально как родители ему помогать что-то смягчить, что-то улучшить, где-то найти все-таки какое-то удовольствие, какой-то интерес. Потому что тоже при всем при этом не бывает, чтобы вообще все было плохо. Чтобы ни одного хорошего учителя, чтобы ни одного интересного предмета, чтобы ни одного любопытного для него одноклассника. Так тоже не бывает. То есть важно, чтобы он видел это, делился это и спрашивает про это, про то, что было интересно, что понравилось. Пишут, что самое лучшее образование и семейное образование, Егор утверждает. Какое? Семейное. А Петр спрашивает, как вы, что вы для себя выбираете, или за что вы голосуете, или в общем, что вам больше нравится, домашнее образование или общеобразовательное учреждение? Ну, я бы так не ставила вопрос, потому что, конечно, семейное образование это вынужденная мера. В общем, для того школу и придумали, чтобы все дети были в этом смысле в равных позициях, потому что далеко не всякий родитель может и хочет сам учить ребенка. Далеко не всякий родитель обладает для этого достаточными знаниями, временем, терпением или ресурсами, чтобы оплачивать репетиторов и так далее. Поэтому школа, как институт, была придумана для того, чтобы дети были здесь в равных условиях. И, конечно, нет ничего хорошего в том, что какие-то родители или какие-то дети лишены возможности воспользоваться этим социальным институтом, потому что им там нехорошо, потому что их там не принимают, потому что нет достаточной терпимости к их особенностям или чего-то еще. Поэтому кроме того, всеобщее образование имеет еще очень важную функцию все-таки такого присмотра, что ли, за ребенком и автономии некоторого ребенка от семьи, потому что я думаю, что все, кто слушает наш вебинар, они исходят из представления о семье своего, как о семье хорошей, заботливой и так далее. Но, к сожалению, семьи бывают разные. И я понимаю, почему в некоторых странах, например, с очень большим трудом можно оформить домашнее образование, потому что ребенок, который не ходит в школу, ребенок, который не общается с посторонними взрослыми и со сверстниками, очень легко становится жертвой злоупотреблений внутри семьи, таких серьезных злоупотреблений. И проверить это никак невозможно, если он все время дома и ни с кем не общается, никуда не выходит, и у него даже нет возможности никому там рассказать о том, что происходит. Поэтому тут еще надо не забывать, что не все семьи образцово-показательные заботливые, безопасные, и вот этот фактор тоже есть. Поэтому школа как институт безусловно очень полезная штука, и лучше всего было бы, чтобы все дети спокойно ходили в школу и сообщались там со сверстниками, и вместе со сверстниками с интересом с удовольствием учились. Но если это не так, если это невозможно, если школа совсем не соответствует ожиданиям родителей, то для кого-то домашнее обучение становится альтернативой, причем, конечно, очень важно, чтобы домашнее обучение не означало изоляцию ребенка. То есть, все-таки, это не должна быть ситуация, когда ребенок сидит один дома и полностью пообщается только с родителем, который его же еще и учитель. Поэтому то, что сейчас я наблюдаю, и, видимо, эта тенденция будет нарастать, это то, что я называю катакомбной школой. То есть, это ситуация, когда родители оформляют домашнее обучение, но на самом деле не учат, конечно, своих детей дома сами, а объединяются с другими родителями, и вот несколько десятков таких родителей приглашают педагогов, которые работают с группой детей. и формально это оформляется как дополнительное образование, как система дополнительного образования, но в реальности эта школа, они проходят там школьные предметы. Ну, может быть, по-другому, может быть, в другом порядке, может быть, по-другому плану, другими методиками, в разновозрастных группах, там уже как раз могут быть разные вариации, но вот юридически так люди выходят из положения. Это история такая серьезная, затратная по организационным вложениям, потому что родители должны договориться, родители должны преодолеть какие-то конфликты, разногласия, родители должны найти этих педагогов, строить с ними как-то отношения и так далее, найти помещение, но я знаю, что все больше родителей к этому приходят, и приходят к тому, что они готовы в это вкладываться ради того, чтобы ребенок учился с удовольствием, и при этом не был лишен общения со сверстниками, групповой работы, всех тех плюсов, которые дает обучение в группе. Для домашнего совсем обучение, ну это, наверное, какие-то очень многодетные семьи, если там очень много детей, и они там между собой общаются, хотя все равно получается, что их общение с другими детьми ограничено. Ну или в какой-то ситуации, каких-то поселков, не знаю, закрытых или чего-то такого, где дети очень много общаются со сверстниками во дворе, на улице своими днями гуляют, а родители или кто-то нанятые какие-то преподаватели за 3-4 часа в день проходят с ним программу. Но тогда у них много общения, много общения со сверстниками на улице, но все равно учебное общение групповое, это важно, это ценность, совместный поиск, соревнование какое-то, слушать другого, подсказывать, переживать, ответить он или нет, замечать его ошибки, это тоже важная часть учебного процесса, поэтому без крайней необходимости уж точно совершенно не нужно от нее отказываться. Сейчас пришли вопросы именно про зарубежное образование, потому что все-таки этот цикл мы задумывали как ответ для родителей, которые об этом задумываются, таких цикл наших подписчиков много. Лейла спрашивает, дочка учится в другой стране с 13 лет, уже второй год, и я очень довольна, но переживаю, правильно ли, что она не со мной в этом возрасте, на что мне надо обратить внимание, что делать, что не делать. Ну, если ребенок доволен, да, и он выглядит счастливым, уверенным, он там не болеет постоянно, не выглядит каким-то несчастным, депрессивным, ну и хорошо. Да, другой вопрос, что часто в такой ситуации бывает, ну, как бы, своя специфика, вот того, что называется сепарация, да, родителей и ребенка, потому что те годы, которые обычно занимают такие конфликты с подростком, какие-то такие, бытовые, они в это время проводят раздельно, в то время, когда ребенок приезжает домой на каникулы, на выходные, его, в общем, совершенно не хочется с ним конфликтовать, а хочется его там кормить, целовать только, и часто бывает, что такие дети даже более, ну, как-то зависимо от родителей потом оказываются, да, сложнее отделяются, сложнее сепарируются, чем те дети, которые в свои, там, 13-15 поругались на тему, почему у тебя в комнате бардак, почему так громко музыка, и как-то в этих конфликтах, ну, немножко разделили, разделили границы, разделили территории с родителями. Ну, вот такая и такая есть особенность. Плюс часто дети, которые, ну, если они учатся где-то, это значит, что часто они живут в интернатах, то есть, каких-то, на каких-то закрытых территориях, ну, у них такое бывает последствие вот этого институционального воспитания, когда проживание в подростковом возрасте на закрытой территории под контролем и с налаженным не тобой бытом, ну, оно как бы замедляет адаптацию такую к реальной жизни, да, то есть, когда какие-то обычные бытовые вещи, которые ребенок, живущий в семье, регулярно как-то делает, может быть, ворчит, может быть, ссорится из-за этого, может быть, делать не очень хорошо, но так или иначе, он промеж делом как-то это все осваивает, да, там, в магазин сходить, не знаю, еду какую-то приготовить, вещи в стиралку закинуть свои, то есть, как-то он в этом всем ориентируется, по городу перемещаться, за транспорт платить, то часто дети, которые учатся в таких закрытых заведениях, там все хорошо, прекрасно, но они, вот, как такой обычной жизни, бывают недостаточно адаптированы. Елена спрашивает по поводу образования за рубежом, знаете ли вы о качестве израильского образования в начальной школе, хотим туда с первого класса переехать. Ну, я не могу сказать, что я знаю прям всю систему образования, тоже разные бывают отзывы, единственное, что я могла сказать про израильских малышей, вот этих лучшеклассников, что они очень шумные, их слышно за два километра на любой экскурсии, ну, значит, видимо, они раскованно себя чувствуют, раз они так громко, громко смеются, хохочут, веселятся, разговаривают, наверное, им неплохо. Да, про сепарацию важный момент забыла. Следующая наша встреча будет как раз посвящена выбору образовательного маршрута и вопросам сепарации и дома, и вдали от него. Читать эту лекцию будет Мария Михайловна Безруких, она руководитель Института возрастной физиологии, человек, который понимает, как это устроено на уровне психофизических процессов. Валерия спрашивает, тоже такие более узкие пошли вопросы. Знаете ли вы про образование в Германии? Стоит ли отпускать туда старшего школьника или первокурсника одного? Какие минусы есть, если ребенок именно в этой стране один? Немецкая система образования чем-то похожа на нашу, вернее, советская была в свое время списана с немецкой, но все-таки немецкая менялась как-то, а наша немножко застряла и такая скорее сползала. Когда наши семьи приезжают в Германию, они бывают шокированы тем, что в начальной школе все очень весело и легко, никто ничего не заставляет, никто никого не давит и так далее, а потом в районе 11 лет происходит разделение на школы по уровню и кто-то идет в более сильные школы, кто-то послабее, кто-то послабее и, в общем, потом уже не так много вариантов, как это как-то изменить. Наши родители, поскольку они все считают, что их все дети должны закончить университеты, оказываются очень недовольны, когда выясняется, что их ребенок не попал в ту школу, которая готовит к университету. Немецкие родители и учителя вообще не понимают, в чем проблема, потому что они вовсе не считают, что каждый ребенок должен закончить университет. Вообще, если мы посмотрим на Европу, то там четко совершенно обратная корреляция между уровнем, процентом людей с высшим образованием и молодежной безработицей. Самая низкая молодежная безработица это Швейцария и Германия, и в этих же двух странах самый низкий процент людей с высшим образованием университетским. Потому что есть много других способов иметь достойную высокоплачиваемую работу, и университетское образование считается уделом ботаников, странных людей, которые, ну да, есть они, но непонятно, в общем. Ну, то есть, это не является такой необходимый мастхэр, как в сознании наших российских родителей. Как же так, человек не получил высшее образование. там с 19 лет огромное количество возможностей работать интересно, увлеченно, получать достойные деньги, и, в общем, нет у местных жителей понимания о том, что вот университет, если ребенок не закончил вуз, то это какой-то позор семьи. И наоборот, если мы посмотрим такие страны, как там Греция, например, Испания, то там очень высокий процент людей с высшим образованием и очень высокий процент безработицы, особенно молодежной безработицы, в общем, такой, ну, прям совсем высокий. В России, как мы знаем, очень высокий процент людей с высшим образованием, по-моему, первые в мире мы по проценту людей с высшим образованием. Ну, сказать, что это как-то, в общем, приводит нас к какому-то ужасному процветанию не скажешь безработицы молодежной у нас особо нет потому что в принципе немного населения в том числе молодого населения и в этом есть своя специфика но надо понимать что никто там не убивается за высшее образование и никто не считает что никто там не будет как-то кого-то там тянуть как у нас там да старших классах когда упрекают призывают пугают там не знаю всячески воздействует на мозг детям чтобы они там учились лучше сдавали экзамены такого нет ну как бы хочешь учишься не хочешь не учишься нагрузка постепенно возрастает она может довольно серьезный старших классах но не считается не считается большой большим большой проблемой если например человек какой-то момент понял что эту нагрузку не тянет и не стал продолжать это надо иметь ввиду хочет немножко забраться на тему следующей лекции про сепарацию говорить и про сохранение привязанности одновременно поскольку в один из ведущих специалистов именно вопросов привязанности если семья для себя принимает решение то все-таки они хотят отдать ребенка за рубеж и они по внутренним семейным обстоятельствам не собираются туда переезжать все поддерживать вот эту связь с ребенком когда он живет не в семье как сохранять эти отношения что может семья делать ну во первых я еще раз говорю что это момент этого возраст ребенка да вот точно совершенно не стоит это делать раньше там лет 12-13 очень редко когда это хорошо все обходится важно чтобы ребенок уже был в подростковом возрасте когда у него уже у самого есть некая потребность сепарации и автономии важно понимать там где он будет что кто будет его каким-то доверенным взрослым чтобы он не был совсем предоставлен сам себе чтобы какой-то человек которого которому он доверяет который который может его поддержать который может помочь ним поговорить важно если уж вы понимаете такое решение да все таки чтобы сами не тревожились и не мордировали ребенка там с постоянно тревожными смс-ками вопросами там да про то как наделали он шапочку покушал ли он там не промочил ли он ноги там не грустно ли ему и так далее так далее да то есть все таки как-то позитивно настроиться быть готовым к контакту быть готовым быть готовым к тому что может ничего не получится что очень может быть что там не знаю через полгода ребенок скажет не только не это хочу домой и ну тогда не должно быть с вашей стороны какой-то на него обиды что вы там зря потратили деньги а он там не не воспользоваться эта история но не для всех потому что эти очень разные есть дети которым это хорошо и весело есть дети для которых это перебор если вот ребенку в целом хорошо вот как этот контакт поддерживать слава богу сейчас у нас есть его цап и skype вы можете общаться главное чтобы все ваше общение не было про тревожные расспросы как он все сдал и как он вообще там все вот еще второе что когда он приезжает домой все таки важно чтобы это пребывание не было только исключительно спрашным праздником и таким новым такую искусству стполь праздничной жизни важно что когда он приезжает домой чтобы у него вы какие-то обязанности блака как быть какие-то будни была какая то обычная жизнь чтобы хорошо если у него есть друзья дома даты с которыми он может каким-то обычным подростковым радостям придаваться, погулять по микрорайону, а не только сидеть дома. То есть максимально как-то присматривать, чтобы обучение, если это обучение в закрытом учреждении, не вызвало дезадаптации социальной. Валерия пишет, есть страх, что ребенок за границей отвяжется. Подружка сына учится в Лондоне, приезжая в Москву, отрывается по полной алкоголи, крыши, ночные тусилы. Слушайте, никто не знает про конкретного ребенка, как он будет себя вести. Это зависит от отношений с родителями, это зависит от психотипа самого ребенка. Естественно, если человеку такой по своей натуре, что ему необходимо какой-то там вольница и нарушение правил, а он там учится в школе с очень строгими правилами, то неудивительно, что он здесь пытается как-то это компенсировать. Вы не сможете как-то просчитать, чтобы у вас все было прекрасно. Любая, естественно, отправка ребенка из дома, когда ему там нет еще 18-19 лет, это всегда риск. Это может быть очень хорошо и дать новые возможности, но это может иметь и свои проблемы. Тут без риска не обойдешься, никак в солонку не подстелешь, чтобы все гарантированно было прекрасно. Юлия, подскажите, пожалуйста, как родителям начать построить диалог с подростком 13 лет о возможности обучения в Великобритании, чтобы не вызвать отрицание и протест. Ну, наверное, есть какая-то информация, которую нужно сообщить. То есть все-таки в 13 лет вы его не отправите туда, потому что вы решили, да? Вы с ним поговорите, вы скажете ему, что вот как ему такая мысль, у него может быть желание согласиться, у него может быть тревога, тогда ему нужна больше информации. Возможно, информация не от вас, а от каких-то людей, которые, может быть, даже его сверстников, которые там уже учились, да? Ну, сейчас в социальных сетях можно найти довольно быстро кого угодно, да? То есть дайте ему время подумать про это. Да, и наоборот, если у него восторженная реакция, да, конечно, то то же самое нужно с ним обсудить. Есть и риски, и сдержки, и минусы. То есть чем больше он будет понимать, заранее информирован будет, тем легче ему будет там сориентироваться. Ну, и надо тоже с уважением отнестись, если он скажет нет, вы не можете 13-летнего человека упаковать и отправить. То есть если он скажет нет, я не хочу, значит нет. Давайте я напомню, какие у нас встречи еще предстоят. Я попрошу сейчас вывести слайд на экран. Мы встречаемся 20 апреля для того, чтобы поговорить о том, как выбрать образовательный маршрут и как происходит сепарацию дома и удалить него. А 22 апреля, это с Марьяной Михайловной Безруких, как я уже говорила, будет лекция. Будет 22 апреля состоится последний вебинар «Страхи родителей или возможности для детей». Поговорим как раз очень подробно именно о зарубежном опыте. Можно будет задавать вопросы по конкретной стране, про конкретные образовательные системы. Эльвира Креденцер и Борис Привозванский, это наши партнеры из Star Academy, которая является компанией-экспертом в зарубежном образовании. Если есть интерес больше покопать в эту сторону, то приходите на третий вебинар 22 апреля. И поблагодарю, во-первых, Людмилу Владимировну за этот подробный, как всегда, глубокий, вдумчивый рассказ. Спасибо вам большое. Всем хорошего образования. Да, а во-вторых, еще раз поблагодарю наших партнеров, благодаря которым эта встреча стала возможной. Star Academy, давайте встречаться 20 апреля на следующем вебинаре. Всем спасибо большое. Спокойной ночи. Спокойной ночи.